Продолжение следует... Продолжение следует... Конечно, трудно порой вести спор, оставаясь в рамках допустимых приемов и аргументов. Иногда горячность подводит, а иногда и просто незнание того, что какой-то прием или какой-то аргумент некорректный, и их использовать нельзя. Особенно трудно сохранять корректность, когда вы чувствуете, что занятая вами позиция плохая, ошибочная, шаткая, что истина не на вашей стороне. Порой самолюбие мешает нам признать, что мы ошиблись, что оппонент прав. И тогда остается одна цель. Победа любой ценой. И в ход идут уловки и подпасы. Истина-то ведь в них не нуждается. Истина может быть всегда защищена корректными, разумными аргументами. Но чтобы защитить ложь, нужны другие средства. Так противник, чувствуя, что борец, чувствуя, что ему не победить в честной схватке, вдруг вцепляется зубами в ухо противника. И тот разжевает свой железный захват. Но следует иметь в виду, что победа, одержанная такими средствами, ничего не стоит. И будет только воспоминание о ней бередить вашу совесть. Ошибки в доказательстве, в споре могут быть двух родов. Если ошибка допущена непреднамеренно, то в силу незнания, скажем. Да, непреднамеренно, то такая ошибка называется паралогизмом. Паралогизм, конечно, следует выявлять и разоблачать. Но паралогизм, вообще говоря, а что, простите. Ну, каждый из нас может ошибиться. Однако, если ошибка допущена сознательно, то есть человек знает, что такой аргумент не корректен, не лоял. Или такой прием является запрещенным. Но применяет их, то это уже софизм. А вот софизм, не простите. Тот, кто в споре пользуется софизмами, сознательно пытается опорочить истину и обелить ложь. И нет ему прощения. Как нет прощения спортсмену, намеренно нанесшему травму сопернику. Или торговцу, всучившему покупателю заведомо тухой товар. К сожалению, нелояльных приемов, некорректных приемов, логов, бесчисленное множество. Гораздо больше, конечно, чем приемов корректных, нелояльных. Общепринятой классификации до сих пор нет. Я разделил их достаточно произвольным образом на две группы. Нелояльные общие приемы и нелояльные аргументы. Сегодня мы будем говорить с вами о нелояльных общих приемах. Дорогие друзья, мне вовсе не хочется учить вас софистике. Зачем она нам с вами? И разговор о ней имеет только одно оправдание. Каждый из нас может встретиться с нелояльным приемом или аргументом. И мы должны иметь о них какое-то представление для того, чтобы защититься от них. Кто предупрежден, тот вооружен. Вот поэтому мы о них с вами спорим и поговорим. Итак, спор разгорается все жарче. Противник обстреливает вас сильными аргументами. Выявляет слабые места в вашей обороне и направляет огонь критике именно в эти места. Позиция ваша рушится. Поражение неизбежно. Ну что, признать, что ты ошибся, что был неправ, и признать себя дураком? Нет. Ни за что. И в ход идут хитрости. Сначала сравнительно скромные. Первое. Достаточно распространенное, имеющее много разновидностей. Подмена тезиса. Ну, самая простая разновидность подмены тезиса, это такая, когда вы, нападая на позицию, на аргументацию оппонента, опровергаете какой-то из его аргументов, а вы даете это за опровержение его тезиса. Тезис-то может быть истинный, только оппонент привел плохой аргумент в его обоснование. Или вскрываете ошибку в его рассуждениях, в его заключениях, и опять-таки вы даете это за то, что вам удалось показать, будто тезис ложен. Опять тезис может быть истинный, но противник не сумел построить внятную цепь рассуждений. Ну, например, оппонент доказывает тезис. Воровство есть преступление. Ну что же, неплохой тезис. И в числе аргументов, в частности, приводит утверждение о том, что воровство подвергается уголовному наказанию. Вы набрасываетесь на этот аргумент и легко показываете, что есть люди, совершившие крупные хищения, но при этом легко уходящие от уголовного наказания. Делаете вывод, следовательно, воровство не всегда подвергается уголовному наказанию. Следовательно, воровство – это непреступление. Адвокат, порой выступая в суде и разбив аргументацию прокурора, делает вывод о том, что подсудимый невиновен. И публика с ним согласна, хотя он всего лишь доказал, что обвинение не доказано. Расширение или сужение тезиса. Тезис противника стремятся максимально расширить, а напротив свой тезис максимально сузить, тем самым подменяя тезис как и противника, так и свой собственный. Ну, скажем, вы высказали положение. Советские писатели не создали в литературе, ничего замечательного. А в ходе доказательства подменяете его более узким положением. Скажем, советские писатели, пользовавшиеся официальным признанием, ничего не создали в литературе. Оппонент нападает на ваше тезис и указывает на, скажем, Булгакова или Сощенко, которые создали хорошие художественные произведения. Вы ограничиваете понятие советский писатель и говорите, а я и не считаю, что Булгаков и Сощенко были советскими писателями. Таким образом, круг советских писателей у вас сухается. Усиление или смягчение тезиса. Это, в сущности, тоже самое, близко к указанной выше уловке. Скажем, противник утверждает, в нашем правительстве много некомпетентных людей. Вы усиливаете этот тезис, как бы повторяя его. А, вы утверждаете, что в нашем правительстве сидят одни идиоты, и с успехом громите этот тезис. От сказанного с условием к сказанному безусловно. Здесь вот что имеется в виду. Одна из разновидностей подмены тезиса заключается в том, что мысль, которая высказывается с известными оговорками, и которая верна при известных условиях, подменяется той же мыслью, но высказываемой без оговорок. Высказываемой вообще. Ну, например, некто утверждает, в современных политических условиях нам нужно больше средств вкладывать в развитие оборонной промышленности. Вы нападаете на этот тезис. А, вы считаете, что нужно развивать оборонку, что нужно опять вкладывать средства в производство оружия и заставлять народ голодать. Да нет, не значит. Ваш собеседник может быть за мир и всей душой выступать за сокращение вооружения, но он полагает, что в данных условиях, в данных политических условиях, на современном этапе, это нужно делать. Вы же придаете его мысли более общий характер и гараните ее. К сожалению, публика часто не опускает все эти подробности и оговорки, считая их бесплодным умствованием, и попадает во власть ловкого софиста, который громит полезные, верные положения. Ведь действительно, большая часть важных положений, касающихся экономики, политики, прав, свобод, граждан, почти никогда не верны в общий. Они всегда требуют уточнений и оговорок, и применения конкретных данных условий. Софист же, намеренно пренебрегающий всеми этими оговорками, как раз громит часто полезные, нужные вещи. Второе. Использование эмоционально окрашенных понятий. Это чрезвычайно широко распространенный прием. Не прием даже, а просто манера речи некоторых людей, которые ничего не скажут в простоте, а всегда найдут такие слова, которые окрашивают сообщаемую ими информацию в позитивные или негативные тона. Ну, скажем, посадили кого-то в тюрьму. Пишут, брошен за стену. Зашла речь о военных. Пишут, военщины. В споре этот прием может использоваться сознательно, когда все то, что высказывается в пользу своей позиции, подается в словах с возвышенным эмоциональным оттенком. А все, что свидетельствует в пользу тезиса оппонента, высказывается пренебрежительным тоном с негативной окраской. Тем самым создавая впечатление, будто ты защищаешь что-то высокое, благородное, возвышенное, а противник что-то гадкое, мелкое, низкое. Рассмотрение техники использования оценочных понятий в современных идеологических, политических дискуссиях кажется мне настолько важным, что я посвящу, по-видимому, последние лекции именно этому. Здесь я не могу на этом останавливаться, потому что это ведет нас в область лингвистики и даже психологии. Сюда же можно отнести так называемое навешивание ярлыков. Это марксизм, нет, это фашизм, это тоталитаризм, гомосексуализм. Так могут говорить только красно-конечные. А это уже сионизм. Ну и так далее. Полагают, что высказав оценку некоторого рассуждения, причислив это рассуждение к идеологии какой-то секты, какого-то учения, уже разделались с ним. Но ведь это неверно. По существу-то мы утверждение не разобрали, а может оно верно. Неужели сионисты или марксисты не могут высказать ничего правильного, истинно? Ну, например, марксист утверждает, газета есть коллективный организатор. Что вы с этим будете спорить только потому, что это высказал марксист? Навешивание ярлыков – нелояльный прием, ибо рассмотрение по существу выдвинутого тезиса, выдвинутой мысли, подменяется его негативной оценкой. Третье – пари, повышение ставок. Когда вы замечаете, что ваш оппонент не очень уверенный в себе человек, можно попытаться взять его, как говорится, на испуг. «Ладно, говорите вы, хватит перебрасываться словами, тебя не переговоришь, но если ты так уверен в своей правоте, давай заключим пари». и с высокими ставками проиграешь, окажешься неправ, искупаешься зимой в проруби на Москва-реке. Или обреешься наголо, или заплатишь крупную сумму денег. Или иначе, другой вариант. «Хорошо, давай, я соглашусь с тобой, но учти, за все последствия будешь отвечать, ты один». Если ваш оппонент слаб духом, он может отступить от своего тезиса или предложения, и победа окажется на вашей стороне. Он может отступить также в том случае, если цена покажется ему слишком высокой для обсуждаемого вопроса. Поэтому при использовании этой уловки надо стремиться максимально повысить ставку за проигрыш. Ясно, что этот прием некорректен, потому что оппонент может быть по существу-то прав. Просто он не хочет вести спор на таких условиях. Ну скажем, например, «Я уверен, что на Луне нет жизни». Но если мне скажут, «Слушай, Никифоров, тебя завтра расстреляют, если на Луне обнаружится жизнь», то я, пожалуй, крепко подумаю, прежде чем вступать в спор по поводу жизни или отсутствия ее на Луне. Четвертое. Поспешное обобщение. Если противник согласился с двумя-тремя конкретными примерами, можно громогласно приписать ему и согласие с общим положением, которого он, может быть, и не признает. Ну вот, например, «Вы согласны, что микробов спекулянт?» Согласен. «А вы согласны, что вирусов спекулянт?» Да, конечно, это всем известно. Но вот, «Вы согласились, что все они там спекулянты». С особым нахальством эта уловка применяется в тех случаях, когда оппонент отвечает не так, как вам хотелось бы. И, тем не менее, можно приписать ему согласие с общим положением. Ну, скажем так. «Вы помните, что Паукидзе выгнали с работы?» Да, что-то нет, не помню. «А вы помните, что Паукяну и Паукова тоже выгнали с работы?» Да? Да вроде Пауков сам ушел. Нет, но вы все равно должны признать, что всех этих паучьих детей всегда выгоняют с работы. Если противник робок, а публика не внимательна, то они могут проглотить эту наглую выходку. Сюда же относятся и чрезмерные преувеличения. Тут Медуза Гаргоньевна несколько увлеклась, а, впрочем, она всегда увлекается, вечно носится с какими-то нелепыми прожертвами. Ганс вчера не очень удачно отвечал на экзамене, а он всегда отвечает плохо. И вообще он плохой студент, не место ему в университете. Пятое. Почувствовав, что ваш оппонент соображает медленно, попробуйте говорить быстро, так, чтобы он не успевал следить за вашей речью. Не будет же он все время переспрашивать. Да еще вставлять в свою речь малопонятные научные термины или иностранные словечки. Он может вообще перестать что-либо соображать. Но, если же оппонент не поддается на эти мелкие уловки и продолжает теснить вас, то пора прибегнуть к более сильным следствам. Шестое. Диверсия. Простой распространенный прием, состоящий в том, чтобы резко сменить тему разговора. Ну, давай-ка зайдем теперь с другого конца. Или, ну что мы все об одном и том же. А вот давай, ты знаешь, есть еще один интересный вопрос. Вот его интересный вопрос. Иногда имеет смысл изобразить из себя такого, знаете, словоохотливого болтуна. И, прицепившись к какому-нибудь замечанию вашего собеседника, начать разглагольствовать на посторонний цель. Ну, вот, скажем, заспорил я с вами ну, скажем, о современных экономических проблемах. И, чувствуя, что моя позиция слаба, предпринимаю следующий ход. Да, вот вы сейчас сказали, что уровень повышения зарплаты отстает от уровня цены. А я ведь помню, как после войны цены постоянно снижались. Иду я как-то по Тверской и вижу. И так далее, и так далее, и так далее. Ну, если оппонент испытывает вам хотя бы какое-то к вам хотя бы какое-то уважение, то он может проглотить эту любовь. Хотя, конечно, вы оставите у него довольно странное впечатление о себе. Но, тем не менее, вы избежите унизительного признания в поражение. Седьмое. Срывание спор. Диверсии не удалось. Противник вернул вас к предмету разговора. Ну что ж, попробуем вообще сорвать спор. Начнем вести себя так, чтобы противник был вынужден замолчать и прекратить разговор. Но это можно сделать по-разному. Некоторые люди просто не дают собеседнику говорить. Говорят все время сами. Высказывают свои аргументы, обосновывают свой тезис, высказывают аргументы против себя и отвечают на них. Шутят и сами смеются своим шуткам. Но ясно, что если один из оппонентов не может высказаться, то спор прекращается. если все-таки оппонент найдет возможность вставить словечко, прерывайте его. А я знаю, что ты хочешь сказать. Позволь, я сам более точно выражу твою мысль. Или но я же знаю, что в душе ты со мной согласен. Да, ведь я же знаю, что ты это для вида говоришь. Так называемое чтение в сердцах. Ну и еще может быть одно. Я б тебе ответил, я бы тебе сказал, но ты знаешь, если дойдет до начальства, что мне может быть. Ну конечно, если один из оппонентов, из собеседников не может высказаться по цензурным соображениям, то спор прекращается. Эта уловка использовалась широко в советское время, да и до сих пор она используется достаточно широко. Восьмое затягивание спора. Если сорвать спор не удалось, попробуйте потянуть время, чтобы противник потерял терпение и сам бросил спор. Очень раздражающе действует на собеседника бесконечные повторения своих удачных реплик или не очень удачных выражений оппонента. Нет, ну ты послушай, как хорошо я сказал, как хорошо это звучит. Или Боже, это же надо, какую глупость ты сморозил, но как это можно было сказать такое чушь. И пять раз. Точно так же действуют и бесконечные переспрашивания. Извини, повтори, пожалуйста, свою последнюю мысль. Ну я тебе уже пять раз ее повторял. Ну извини, не отвлекся. Невнимателен был. Вот эти повторения и переспрашивания могут довести оппонента до того, что он плюнет и перестанет вести спор. Но поле боя останется забавным. Девятое. Вопросы. Прекрасным оружием являются также вопросы, причем задаваемые с разными целями. Довольно слов. Отвечай да или нет. Скажи, ты уже перестал пить коньяк по утрам? Или скажи, ты уже перестал пить свою жену? Ну еще с античности известно, что далеко не всякий вопрос допускает ответ да или нет. Использование таких вопросов в полемике имеет цель дискредитировать оппонента, выставить его в невыгодном свете. Педантические вопросы. Хорошо, ты утверждаешь, что снег белый. Но что ты называешь снегом? Те ли хлопья, которые падают на нас с неба или то, что лежит в сугробах на улице? Ну и так далее, и так далее. Конечно, стремление только к точности похвально, но обычно нам достаточно смысла слов общепринятого для того, чтобы понимать друг друга. И такого рода вопросы они имеют цель уйти спор в сторону или затянуть спор. Ну и, наконец, вопросы, уводящие в сторону от предмета спора. Ну, скажем, заспорили мы с вами, ну, скажем, об экологической опасности атомных радиоэлектростанций. Мое дело плохо, я чувствую, что выбрал неверную ошибочную позицию, и я начинаю уводить спор в сторону. А, известна ли тебе разница между разными типами ядерных реакторов? А, кстати, ты помнишь, где и когда был построен первый ядерный реактор? Да, а ты помнишь опыты Резерфорда по бомбардировке атомов элементарными частицами? Оппонент отвечает и уточняет и спор потихоньку уходит далеко-далеко от проблем экологии. Десятое предвзятая интерпретация или иначе называют двойная бухгалтерия. Очень широко используется западными политиками, политиками, что мы вот недавно могли видеть в средствах массовой информации. Суть уловки заключается в том, что одни и те же явления или аналогичные оцениваются, трактуются, излагаются совершенно разным способом в зависимости от собственного интереса. Ну, лучше всего пример, конечно, проиллюстрирует эту уловку. Рассуждает дама средних лет. дочке повезло с мужем. Она еще спит, а он тихонечко встанет, в магазин сбегает, завтрак приготовит, и уже к накрытому столу ее будет. А вот сыну какая-то мегера досталась. Сама по утрам как корова дрыхнет, а он должен раньше ее вставать, в очередях в магазине настояться, у плиты как кухарка напарится. И вот только тогда-то на все готовенькое эта корова если изволит вылезти. Ну, вы видите, ситуация полностью аналогичная, но представляется совершенно противоположным способом. Одиннадцатое замещение. Уловка, к которой инстинктивно прибегают уже маленькие дети. Мама, ты за что, почему меня ругаешь за испачканные штанишки? Вон, посмотри, Петя не только штанишки, но и рубашку испачкал. Суть уловки в том, чтобы свою слабую позицию заменить еще более слабой позицией кого-то другого, с тем, чтобы огонь критики направить в сторону от себя. Здесь одновременно используется и диверсия, и подмена тезиса. Ну, конечно, если преступник в суде попытается оправдаться тем, что на свете существуют еще худшие воры, нежели он сам, то вряд ли он кого обманет. Однако, во многих случаях эта уловка оказывает действие. Скажем, помню, в свое время одного известного банкира арестовали. и его защитники оправдывались тем, что, ну, как же так, ведь все воруют, почему же его-то арестовали? И многие из широкой публики были согласны, действительно, все воруют, почему именно этого-то вора посадили? Как будто нельзя данного конкретного вора судить за конкретное воровство, только из-за того, что на свете существуют другие воры. Ну, вот, я немножко для того, чтобы вы отвлеклись, пример более изощренного применения этой уловки. Это из романа американского писателя Бакли «Здесь курят». Ник Нейлор, пресс-секретарь табачного лобби, полемизирует с Роном Гуди, представителем Министерства здравоохранения, по поводу связи курения с раком легких и другими заболеваниями. Значит, Ник Нейлор говорит, «Если мистеру Гуди удобно набирать дешевые очки, используя страдания этого молодого человека для увеличения своего бюджета, что позволит ему указывать еще большему числу людей, как им следует поступать и что чувствовать, то должен он вам сказать, что мне это представляется печально». Очень печально. Но вот то, что член федерального правительства явился на это шоу и читает вам лекции насчет рака, между тем, как то же самое правительство почти 50 лет производит атомные бомбы, 25 тысяч бомб, если быть точным, господин статистик, бомб, способность наградить каждое живое существо на планете, мужчин, женщин, детей, раком настолько страшным, настолько кошмарным, настолько неизлечимым, что медицина даже еще и название для него не придумала. Можно заметить, что главный аргумент табачного апологета состоит в том, что на свете существует много гораздо худших вещей, нежели табак, ну в частности атомные бомбы, которые могут принести еще больше времени. Бомбы делаются по заказу правительства. Среди правительства гораздо более виновны, чем производители табака. Уловка замещения. Затем полемист отождествляет одного из членов правительства со всем правительством и сваливает все грехи этого правительства на одного этого члена. Прекрасный образец софистики и демагоги. В подобных случаях нет смысла разбирать каждую софистическую уловку. Это уведет разговор слишком далеко в сторону и превратит спор в болтовню. Достаточно не обращая внимания на эмоциональные выпады, вернуть разговор к первоначальному вопросу. Предмет. Да, на свете есть много печальных вещей, много вредных, но о них можно поговорить особо и в другой раз. А сейчас давайте все-таки поговорим о том вреде, который приносит куриль. Двенадцатый. Но в этой фазе спора используется бесчисленное количество различных умовок, разъяснять которые даже и нет смысла. Просто несколько примеров. По секрету, из надежного источника и только тебе создана специальная группа синергоквазотроники с абсолютно засекреченной проблематикой и колоссальным бюджетом. Но если с абсолютно засекреченной проблематикой, что можно о ней сказать? Очевидец. Вы знаете, если бы кто-то другой рассказал, ни за что бы не поверил, но видел собственными глазами. Но если бы ты не поверил, почему бы тебе должно вериться? Подставка. Существуют тысячи способов заработать деньги, но лишь один из этих способов может быть признан честности. Какой же? А, я так и знал, что именно этот способ вам и неизвестен. Бесконечные вы это говорили, нет, я этого не говорил, да нет же говорили, которые столь часто встречаются в наших спорах, также бесконечно затягивают спор, зачастую превращая его в выяснение того, кто что сказал. Чаще всего такие реплики высказываются без задней мысли, но иногда могут использоваться и как уловка затягивающий спор. В одном из рассказов Василия Шухшина, который так и называется «Срезал», дано хорошее описание того, как деревенский полемист Глеб Капустин срезал двух кандидатов наук и очень наглядно продемонстрирована эффективность нелояльных приемов. Цитирую. Начал Глеб. Как сейчас философия определяет понятие невесомости? Как всегда определяла. Почему сейчас? Но явление это открыто недавно. Глеб «Вы о чем вообще-то?» «Да, но есть диалексика природы», спокойно при общем внимании продолжал Глеб. «А природу определяет философия. В качестве одного из элементов природы недавно обнаружена невесомость, поэтому я и спрашиваю. Растерянности не наблюдается среди философов?» Кандидат искренне засмеялся, но засмеялся один. «Давайте установим». Серьезно заговорил кандидат. «О чем мы говорим?» «Хорошо. Второй вопрос. Как вы лично относитесь к проблеме шаманизма в отдельных районах Севера?» Кандидаты засмеялись. Глеб Капустин тоже улыбнулся. «Нет, можно, конечно, сделать вид, что такой проблемы нет. Я с удовольствием тоже посмеюсь вместе с вами». Глеб опять великодушно улыбнулся. «Но от этого проблема как таковая не перестанет существовать, верно?» «Да нет такой проблемы», опять с плеча рубанул кандидат. «Теперь засмеялся Глеб и сказал, ну, на нет и сюда нет. Баба с возу, коню легче», еще сказал Глеб. «Проблема нету, а эти», Глеб что-то показал руками замысловатые, танцуют, звенят бубенчиками, да, «но при желании», Глеб повторил, «при желании их как бы нету». «Верно?» «Потому кандидаты наук». Безнадежно это дело. Спорить с невежественным человеком, наделенным несокрушимым опломбом, да еще в присутствии еще более невежественной аудитории. Я вовсе не хочу при этом сказать, что собравшиеся сельские жители невежны. Нет, то, что входит в круг их повседневных дел, они знают очень хорошо, как построить избу, как сложить печь, как выкормить поросенка, непростое, между прочим, дело. Но разговаривать-то они не об этом. Любят люди поговорить о высоких потерях, в которых как раз ничего и не смыслят. Вот вам сразу же и нарушено одно из условий рационального спора. Иметь хотя бы какое-то представление о предмете спора. Глеб Капустин слышал какой-то звон, но не более, чем звон. понятие невесомости известно давно, но по крайней мере со времен Ньютона, если не Галилея. В первых искусственных спутниках невесомость была воспроизведена человеком. Но это экспериментальное воспроизведение невесомости или условий, при которых наступает невесомость, ничего не добавило к пониманию ее природы. Глеб этого конечно не понимает. И как только кандидаты пытались объяснить ему это, он тут же совершает диверсию, переходит к другому вопросу, к вопросам о шаманах. Там тоже Глеб смешивает две вещи, проблему шаманизма и существование шаманов. Как будто шаманы могут существовать и при этом не порождать никаких проблем. ну и так далее. Весь разговор образец невежества, самоуверенности и агрессивной наглости. И победа в данных условиях Глебу конечно обеспечена. Тринадцатое. Уловка артиста. Как говорят, эта уловка порождена театральной средой. Но вы помните провинциальный театр, ну хотя бы по пьесам Островского или старинным русским Вилем. Интриги, зависть. Все ревностно следят за успехами и особенно за неудачей друг друга. Кто более талантлив, кто менее. Кому больше аплодировали, кому меньше, кому сколько цветов подарили, ну и так далее. Кстати, сказать, эта среда по-видимому везде одинакова. Наполеон Бонапарт, который любил театр и сам был недурным актером, он давал советы знаменитому французскому трагику того времени, тайма, весьма, надо сказать, профессиональные советы в духе нашего Константина Сергеевича Станиславского. Да, так вот, Бонапарт, сидя в 1812 году в Кремле, вокруг которого бушевал знаменитый московский пожар, подписал устах театра французской комедии, в котором этот театр живет до сих пор. Интриги и взаимное оскорбление актеров долетели из Парижа аж до Москвы и заставили вмешаться самого императора. Суть уловки проста. Сказать человеку какую-нибудь гадость, чтобы вывести его из равновесия, чтобы он бросил спорить. Ну, представьте себе, актер готовится к выходу на сцену, где ему предстоит изображать Гамлета или Сираноди Бержерака. Он преисполняется высокими чувствами, помыслами, входит в рот, сосредоточивается, а его тут кто-то шепчет на ухо. А вы знаете, ваша жена-то час назад удралась по ручкам Ржевским. Или, а вы знаете, у вас там в гримерной домохозяин с судебным приставом дожидаются требовать уплаты долга за квартиру. Ну, все. Какой там Шекспир, какой там Растан, актер будет думать об этом в приставе, подсчитающем его в гримерной и провалит рот. Точно так же и в спорте. Чувствуете, что противник силен и уже прижал вас к ковру. Обратите мимоходом, ты знаешь, что-то я вроде видел приказ о твоем увольнении. Или, ты знаешь, они твоего ли сынка сейчас в милицию повели? все, противник противнику будет уже не до спора, бросит и побежит. Да, и поле боя остается за вами. Четырнадцатое. Часто оппонента можно привести в раздражение подмигиваниями. «Какой я молодец, а оппонент мой какой осел!» Жестами покрутить пальцем возле риска или щелкнуть с поворотом. Интонация тоже одно из очень эффективных средств раздражения оппонента. Даже очень безобидные вещи можно произнести таким тоном, что ваш противник взбесится. Ну что-нибудь такое «Ну что вы, что вы! Уж ваша-то честность давно всем известна!» Или «Заходи, дорогой, заходи! Тебя-то мы поджидаем!» Кстати сказать, людей чаще всего задевают не наши слова, а именно тон, которым мы их произносим. Когда на экзаменах я говорю студенту, что он ничего не знает, что он плохо готовится, что он не заслуживает положительной оценки, но говорю это ему как разумному человеку, как коллега-коллеги, как понимающему собеседнику, который должен согласиться со мной, то, получив двойку, он уходит от меня почти довольный. А когда я сухим презрительным тоном выговариваю студенту за какую-то мелкую ошибку, то даже получив отлично, он уходит от меня с обидой в душе. Ну, по-видимому, каждый всякий из нас, дорогие друзья, сталкивался с ситуацией такой, что одно дело, когда тебе говорят «Дурак!», а другое дело, когда тебе шепчут «Дурачок!». Пятнадцатое. Противник не поддается на наши уловки. Диверсии не удаются, сорвать или затянуть спор не получается, жесты и интонации на оппонента не действуют, упрямо и надменно пушки. Он продолжает гнуть свою линию. Остается последнее средство, непринятое среди порядочных людей, но тут уж недопорядочность. Грубость и оскорбление. Попробуйте вести себя нагло, вызывающе. Постарайтесь оскорбить оппонента так, чтобы он наконец вышел из себя и ответил на оскорбление оскорблением же. Конечно, дело может кончиться дракой или во всяком случае смертельной обидой, но предмет спора будет забыт и поражение в интеллектуальном столкновении вы избежите. Если вы хотите только этого, то вперед! Ты, грязный шакал, пожравший труп своего отца, а ты, прелюбодей, согрешивший вчера с обезьяной в зоопарке. Есть натуры, которым даже помои кажутся менее обидными, чем признание умственного превосходства другого. К сожалению, распространенная ныне развращенность нравов делает непонятным, чем можно оскорбить человека в наше время. Легко оскорбить человека, обладающего честью, достоинством, человека, для которого важно мнение о нем окружающих людей. Помните, Михаил Юрьевич Лервонтов в своем знаменитом стихотворении назвал Пушкина «невойник чести». А сейчас публично разоблаченные мошенники, воры, коррупционеры не только не стыдятся, но даже кичатся на ворованном богатстве. Понятие честь постепенно уходит из нашего языка вместе с явлением, которое оно обозначало. Нас стараются сделать людьми бесчестными. Поэтому искусство оскорбления постепенно угасает. Вот бледный пример. Это ремарк «Три товарища». Я круто повернулся и столкнулся с проходившим мимо толстеньким коротышем. «Это еще что?» словно ревкнул я. «Про три глаза чучело гороховое». Огрызнулся толстяк. Я вытаращился на него. «Людей ты что ли не видел?» тягнул он. «Я словно только этого и ждал». «Людей то я видел», сказал я, «но разгуливающую пивную бочку вижу впервые». Толстяк не полез в карман застал. Остановившись и разбухая на моих глазах, он процедил сквозь зубы. «Знаешь что? Пошел бы так себе в зоопарк. Мечтательном кенгуру не место на улице». Я понял, что перед мной весьма квалифицированный мастер перебранки. И все-таки, несмотря на всю мою подавленность, я должен был позаботиться о своей чести. «Топай, топай, псих несчастный, недоносок семимесячный, сказал я и благословил его жестом». Но он не гнял моим словам. «Пусть тебя вспрыснут бетон в мозги, идиот морщинистый, болван собачий», продолжал он варить. «Я обозвал его плоскостопом декадентом. Он меня выленившим кокоду. Я его безработным мойщиком трупом». Тогда уже с некоторым уважением он охарактеризовал меня как бычью голову, пораженную раком. Я же его, чтобы окончательно добить, как ходячее кладбище бифштекс. Да, но кого все это может оскорбить в наше время? Шестнадцатое. Тормоз. Улитка или глухая оборона. Ну, бывает, что оскорблять оппонента как-то боязно. Уж очень здорово. Ладно, все равно не признаем поражение. Уйдем в глухую оборону. Согласен. Язык у вас подвешен хорошо. Но вы меня не убедили и никогда не убедите. Никаких ваших аргументов я не приму. Как стоял на своих позициях, так и стоять буду. Далее с нарастающими истерическими интонациями. Не могу поступиться принципами. В конце концов, это мое конституционное право иметь собственное мнение. И пытаясь переубедить меня, вы совершаете насилие над моей личностью, нарушаете права человека, Шеневские соглашения, Великую Хартию Вольностей, Кодекс Естиняна. Сказать честно, по-видимому, достаточно. Думаю, вы устали от всех этих уловок, на которые способны люди в горячке спора. Кто заинтересуется, подробнее может почитать в книгах по теории аргументации, в книге по Вармена в частности. К сожалению, я еще не могу на этом закончить, потому что, помимо приемов, существуют еще нелояльные аргументы, которым придется посвятить специальную лекцию. А сегодня в заключении пример опять-таки из юморески Апалинского дискуссии. Оратор завершает свое выступление. Хочется думать, что симпозиум одобрит предложенную схему и присоединится к оценке данной ей академиком Кирсо. Прошу задавать вопросы, сказал председатель симпозиума. Почему в блоке развертки вы не используете датчик Лоуренса Шинши? Спросил он. Это съездило бы выходную мощность блока. Вы уклоняетесь от ответа, сказал он. А вы уклоняетесь от уплаты алиментов. Ваша схема известна из берестяных грамм. При Иване-Колите ее отвергли бы как безнадежно устаревших. Не слушайте пьяного человека, сказал я. Его держат в институте только из-за второго разряда по городкам. Ставилась под удар работа всей лаборатории. Обесценивались тысячи экспериментов. Все могло пойти прахом. И я сказал, вашу жену видели вчера с Дартаньяновым в восемь часов вечера. Он сел и не проронил больше ни слова. Ну что ж, сказал председатель, поскольку оппонент удовлетворен ответами докладчика, приступим к голосованию. Всего вам доброго, дорогие друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok